Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас видео вопрос-ответ, а точнее ответы на ваши вопросы. Итак, поехали. По порядку, вопросов много, надеюсь, уложусь быстро. Назира или Назира, извините, если исковеркаю имя. Про БАДы. В ваших обзорах много интересного. Личная жизнь, это, конечно, личная. Меня интересует только продукция Фаберлик, новости этой компании. Сейчас вирус атакует, не все БАДы пробовала, но для профилактики что можете посоветовать? Понимаю, что все индивидуально, но в общих чертах нужен совет. Евгения тут же плюсанулась. Очень хотелось бы от вас отдельное видео о БАДах Фаберлик. Что рекомендуете, что вообще не работает. Их очень много. Много что хотелось бы попробовать. Недавно по вашей рекомендации стала пить живицу. Вроде высыпаюсь лучше. Так, спасибо, девчонки. Я не специалист в БАДах. Нужно разбираться в каждой травке, потому что как и в любом лекарстве, так и в любом БАДе, скажем так, главная истина не навреди. То есть, если у вас есть какие-то хронические заболевания, то лучше спросить у врача. Потому что, допустим, я когда какой-то БАД во время беременности хотела выпить, или даже травяной сбор фаберликовский, я показывала гинекологу состав. То есть, на сайте смотрим состав. Приходила на прием, показывала состав, говорила, можно, нам можно. Все. Потому что какая-то определенная трава, а у нас БАДы в основном с вами все растительного происхождения, там масла, трава, они могут навредить. Если есть хронические заболевания, ну, я бы не советовала вот так вот просто пить. А так, я постараюсь, конечно, сделать видео о БАДах. Я пробовала их, естественно, не все, потому что это нереально. В компании Фаберлик попробовать все БАДы. У нас ассортимент там охромнейший. Ну, а те, которые пробовала, я постараюсь свои впечатления передать, что понравилось, что не понравилось. А сейчас в сезон простуд, конечно, живица, конечно, чака, я сейчас ее с утра пью, конечно, пихтовита, конечно, вот этот вот на С, на С, девчонки, сейчас покажу, цитроактив, потому что там большая концентрация витамина С. Вот эти БАДы я выделяю сейчас в сезон заболевания, в сезон простуд. Я уже про живицу во много раз говорила, что я давала ребенку, когда она ходила в сад, и она у меня живица и не болела. Совпадение, не совпадение, не знаю, в саду дети всегда болеют часто, ну, мы, по крайней мере. Так, Ревизора Гоу. Я недавно попробовала детям давать омегу и мармелад витаминный от компании Сибирское здоровье. Это просто прелесть. Появился аппетит. Румянец на щеках. Вы пробовали? Нет, я Сибирское здоровье не пробовала. Кто-то еще написал, что БАДы Сибирского здоровья просто огонь. Нет, я не пробовала БАДы, и у меня аппетит, слава богу, румянец у детей. Так в норме. Мне надо каждый день гулять минимум 2 часа, и будет аппетит, будет румянец. Да, нужно ребенка так замотать. И тогда все будет, без БАДов. Так, Аделина, привет, дорогая, приветик. Расскажи, каких блогеров смотришь? Сейчас, честно, вообще никаких, потому что просто некогда. Даже свою любимую Аленку Ризван, вот вчера гуляла с коляской, до этого не смотрела, наверное, месяц точно, и вот пару видосиков посмотрела. Вообще некогда, девчонки, просто некогда, потому что вот вечером, когда ложусь спать, я лучше выберу почитать книгу, да. Раньше у меня было в течение дня время, я смотрела, сейчас его нету просто, поэтому... А так я очень люблю Алену Ризван, и смотрела ее, больше никого. Так, Катя Зосимова, Светлана, вы стали делать 100 баллов, компания стала вам давать новых людей, и какие еще плюсы ощутили? Каких новых людей? Я не заметила, что компания мне дает новых людей, если честно. Может быть, есть какие-то регистрации, но вроде вот все девчонки, я же сразу им пишу, кто регистрируется, да, они вроде как все, ну, с Ютуба, то есть, как бы подписчики мои, да, вы, то есть. Я как-то не заметила, что много новых людей, не знаю, может, один, два, может, три регистрации вот за 4-5 периодов максимум. Поэтому спорный вопрос, я, конечно, ожидала большего, но вот так. Так, какие еще плюсы ощутил? Ну, во-первых, ну, скидка 26% у нас от 50 баллов, это понятно. Какие еще плюсы? Выгода? В принципе, никакой. Вот если вы не зарабатываете в Фоберлик, да, если у вас, как у меня, нет самозанятости, или пэй, и вы не получаете зарплату, то это невыгодно. Больше никаких ништяков не заметила. Еще можно брать новинки раньше, но я как-то не вижу в этом смысла, да. Я вам и так быстро о новинках рассказываю на третий день действия каталогов. Я сейчас вот хотела взять новинки, а мне только духи были доступны. Не знаю, может быть, с какого-то VIP-периода будут все новинки следующего каталога доступны. Пока были вот только духи. Поэтому брать новинки раньше и VIP-аксессуары, которые стоят бешеных денег, некоторые, но за них не дают баллы, а стоят они дорого, там ничего такого супернужного нету, я не знаю, сумка для ноутбука, органайзер, ну, ничего такого супернужного нету, чтобы ради этого делать 100 баллов. Единственный для себя плюс я заметила, я беру то, что я хочу. Я 100 баллов же делаю только себе, да. Первый заказ на 50 баллов у меня идут в основном новинки каталога, чтобы вам их показать, чтобы мы с вами их обозрели, поняли вообще, стоит оно того или нет. И второй заказ на 50 баллов, как правило, там я и новиночки добираю, которые я там не взяла, или что-то очень сильно из новинок понравилось, беру еще и для себя, для дома, да. То есть то, что мне нужно, потому что я пользуюсь в Эберлик везде, я вот бельишко как бы, да, сейчас подкупаю, обновляю гардеробчик, к Ксюшке сапожки взяла носим с удовольствием, как бы, да, цены адекватные, потому что в магазинах, я вам уже говорила об этом, цены растут вообще просто как на дрожжах, а в Эберлик остается, в принципе, в той же ценовой категории, это огромный плюс. Поэтому мне нравится делать 100 баллов и получая зарплату, опять же, я не скажу, что это накладно для себя 100 баллов, да, я беру то, что я взяла бы в магазинах, и так, да, то есть я бы потратила такие же деньги, но где-то еще, а здесь я потратила, здесь я получила там какие-то ништяки, здесь я получила зарплату, ну, и вроде как дают регистрацию, но я что-то особо не ощутила. Так, дальше, Ольга Цуканова, Светлана, очень интересно, расскажите, как работать в Эберлик? А я уже про это много девчонки рассказывала, я прикреплю в конце видео, и в инфобоксе, если не забуду, он в конце видео точно, когда ролик заканчивается, здесь по бокам есть 4 подсказочки, такие выскакивают, квадратики ролики, да, я вот предыдущее видео вопрос-ответ сюда вставлю, можете посмотреть, я про работу в Эберлик очень много рассказывала уже. Интересная, радостная, я пока в бизнесе в Эберлик только, но хочу еще чем-то заняться, например, любимый Василек и другое. Как у вас с работой? Есть ли основная другая? Ну, кто меня не знает, я тоже на эти вопросы уже отвечала, я медработник, и вообще у меня 3 образования, психолог, медработник, пассажист, но я работала медработником, 15 лет, сейчас я в декрете, на работу возвращаться, скорее всего, не планирую, потому что сейчас заработок в Эберлик и на Ютуб, он превышает мой заработок на основной работе, не вижу смысла бросать семью и детей, когда я могу быть всегда с ними и зарабатывать. А так, на данный момент, основная моя работа – это блогер, это Ютуб. Кто не знает, на Ютубе, да, есть раз в месяц, в определенный день, официальная зарплата. Зарплата за то, что показываются ролики на вашем канале, как по телевизору, да, реклама, рекламодатели, грубо говоря, платят. Сколько вас посмотрят, столько вы и заработаете, грубо говоря, да, вот это кто не знает. Это моя основная работа. Василек – это не работа. Василек – это сотрудничество. Вы вот написали, хочу заняться чем-то еще, например, любимый Василек. Любимым Васильком вы не займете, что вы будете заказывать, продавать, как я не могу понять. Так, и по поводу хочу заняться чем-то еще, я всегда девочкам своим знакомым советую не распыляться, потому что, когда вы всю свою энергию пускаете в одно русло, у вас обязательно что-нибудь выстрелить, что-нибудь получится. Когда я работаю в Фиберрике, хочу заняться чем-то еще, не выйдет, не достигнете цели. Здравствуйте, расскажите, где вы родились и где жили, кто ваши родители, кем работали и работают, есть ли у вас братья и сестры, за реальное спасибо. Яна Щербакова задала вопрос, я родилась в Тульской области, в городе Олексине, после школы приехала сюда учиться, здесь же и осталась, в Тулу я имею в виду, мои родители сейчас не работают, они уже на пенсии, были просто рабочими, ну как бы не вижу смысла озвучивать, кем, просто рабочие, грубо говоря, да. У меня есть родная сестра, любимая, потрясающая, самая лучшая, замечательная, которую я очень-очень обожаю, самый мой родной на свете человек, она живет в Олексине, она старше меня на 7 лет, у них практически такая, у нас практически такая же разница, как у моих детей, у Ксюши и Крестюши. Так, Елена Михайлова, еще вопрос, каких блогеров смотрите, уже ответила, Наташа Утенкова, здравствуйте, какие ваши любимые бренды косметики, уходовые, декоративные, помимо Фаберлик, заранее спасибо. Ой, сейчас столько много косметики, и на обзор очень много присылают, и вы знаете, прям вот, много где любимчиков, с того, что пробовала, Люкс и Манси, она действительно работающая, но там ценник, извините, ого-го, я для себя все равно выделяю Фаберлик, это идеальное соотношение цены и качества, я вижу, как на мне кремы работают, я вижу, как на мне эта продукция работает, это важно, да, а потом мне еще нравится, так, девчонки, Organic Zone, там крутые пилинги, для волос мне не понравилось, потом, вот сейчас недавно было видео, BT, пил, пилинги, вот кто любит пилинги, девчонки, это что-то, я ролик отсняла, а потом на следующий день, у меня вылезли все подкожники, они подсохли и исчезли, я такого крутого пилинга в жизни не пробовала, поэтому вот зашло, из последнего, да, корейская косметика, что-то понравилось, что-то нет, вот именно конкретно какого-то бренда, выделить не могу, что прям вот супер, ну не считая Манси, но он дорогой, да, корейские бренды, ну вот как-то все тоже было, присылали на обзор, и как-то вот все, ну хорошо вроде, но не скажу, что прям вау, а Фаберлик у меня бывает вау, поэтому как-то вот все равно, у меня уходит в основном Фаберлик на 95%, наверное, точно, я конечно все остальное пробую, пользую, но так нет, Олеся Шорошова, Здравствуйте, Светлана, подскажите, пожалуйста, какие продукты Фаберлик вы употребляли, когда были беременны? Никакие, не стала рисковать, я пила только сборы, я пила сбор, мочегонный, по-моему, у меня один раз до 130 давление, скакануло, и все, а все остальные отложила, я как раз перед беременностью взяла секреты Восток, но зачем рисковать? Не нужно, совершенно не нужно это, есть потрясающие витамины, для беременных этого достаточно вполне. Ирина Аверкина, Светлана, здравствуйте, о кем вы мечтали стать в детстве, о чем сейчас мечтаете? Не поверите, я своим друзьям рассказываю, но где-то в подростковом возрасте, может быть, даже поменьше, лет 10-12-14, мне всегда снились сны, что я прихожу в магазин, и мне говорят, одежды, одежда, можете выбрать на 5 тысяч, на 10 тысяч, любой одежды, ты ходишь, выбираешь, ты знаешь, что у тебя есть предел, но в то же время у тебя там полет фантазии, что же ты можешь на эту сумму выбрать, и это халява, как бы, грубо говоря, да, вот такие мне снились, снились, я не знаю, почему, но это сбылось, сейчас я сотрудничаю с магазинами одежды, как бы, да, и все сбывается, главное, хотеть, вам действительно хотеть. Сейчас я мечтаю о том, чтобы, на самом деле, я мечтаю сейчас, вот после того, как мы купили квартиру, о том, чтобы мои дети, моя семья, мои родители, моя сестра, все были здоровы, все были счастливы, чтобы все находились на своем месте, да, то есть, ну, в гармонии с собой, грубо говоря, в достатке, чтобы в семье все было хорошо, вот у меня сейчас вот такие вот, ну, совершенно простые мечты, ничего более я не хочу, пока, да, так, Екатерина Чаднова, приветик, планируешь ли возвращаться в Эйвен, сейчас вышло много новых стоящих на вилах, было бы интересно посмотреть, хотя бы иногда минимально, приветик, Екатерина, ну, вообще нет желания, ну, просто с этой доставкой, жуткая Эйвен, какая у нас тут была, с этими разлитыми флаконами постоянно, ну, мне не нравится, мне нравится открывать посылку, радоваться, я опять буду расстраиваться, опять будет видео негатив, а кто-то будет мне писать, что вот, ты Фиберлик, поэтому ты Эйвен поливаешь грязью, ну, я знаю, такие люди найдутся, ну, много чего интересно, это во-первых, во-вторых, денег ни на что не хватит, да, если уж Фиберлик, то Фиберлик, все, раньше заказывала, потому что действительно было интересно, у меня и подружка этим занималась, потом она ушла, и у меня стал наставник другой в Эйвене, я не хочу, нет, честно, вот не хочу, вот там вот столько подводных камней, столько минусов, сейчас еще какая-то там идиотская система скидок, каталог раз в месяц, они вот это вот все придумали, я знаю, что консультанты Эйвен не очень этим были довольны, но, видимо, консультантов никто не спрашивал, да, поэтому не охота, честно, Светлана Бердина, здравствуйте, Светлана, спасибо вам за видео, вам, Светлана, спасибо, скажите, пожалуйста, у Фиберлик уже давно, правда ли ароматы портятся в течение какого-то времени, спасибо, всех благ, Светлана, я три года в Фиберлик, больше уже трех лет, но у меня не стоят так долго ароматы, поэтому я не могу сказать, вот несколько месяцев стоят, нет, не портится абсолютно, а так, у меня какие застаиваются, если я беру новинки, они мне не нравятся, ко мне девчонки в гости приходят, кому что понравилось, тому я отдаю, поэтому не стоят у меня годами они, не могу сказать, Елена Цепилова, привет, Светлана, когда покажешь Кристину, ой, я все собираюсь, и все никак, девчонки, вот надо как-то собраться, сесть, потому что вот столько, сейчас надо видео ответ, про БАДы снять видео, потом вы просили видео про лучшие и худшие товары Фиберлик, а вот эти видео про БАДы, лучшие и худшие товары Фиберлик, они на самом деле такие затратные по времени, мне гораздо проще сейчас снимать влоги, потому что снимаешь и снимаешь, и все, а тут нужно же каждую картинку, каждого продукта вырезать, подписать к ней артикул, вмонтировать в видео, не забыть все по списку, грубо говоря, это очень трудоемкие такие вот видосы на самом деле, поэтому я планирую в ближайшем будущем, честное слово, ну просто вот что-то некогда, обязательно познакомлю вас с Кристиной, сделаю видосик, все красиво будет, все будет здорово, так, Анна Каря, Каря Анна, еще расскажите домашний адрес, где храните денег, когда у вас дом не бывает, это сарказм, конечно, бесстартность людей порой поражает, но бывает и такое, так, на чем мы тут остановились, я куда-то пролистала, девчонки, сейчас, так, добрый день, Светлана, Олеся, Вадутова, расскажите, через какой период времени появился доход с канала YouTube, где-то через год, когда наберешь 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров, и дождешься письма из Америки с кодом, где-то через год, после первого видео, и видео через день стабильно, то есть, если вы снимаете раз в неделю, естественно, вы через 10 лет выйдете только на доход, планируете делать заказ косметики, уходов и средств, других интернет-магазинов, в ближайшее время, помимо Фаберлика, и не видите в этом необходимости, я сотрудничаю с многими магазинами косметики, и вы видите, сколько ее присылают на обзор, поэтому, конечно, я ее обозреваю и покупаю, в магазинах тоже хожу другую косметику, когда мне хочется, да, поэтому у меня разные бренды постоянно на канале, сейчас составил Корея, корейская посылочка вышла, вроде, в пути, придет скоро, будем обозревать. Оля Куковякина, Света, скажите, пожалуйста, вы были на мероприятиях от компании Фаберлик, на какой ступени вы сейчас? Сейчас я вице-директор, да, вроде, вице-директор, нет, я не была на мероприятиях, в таком звании еще не зовут, мой директор, Катюшка, она была, да, она была, она в этом году ездила в Турцию, она там видела Анну Кононову, с ними там в банкетном зале сидела, в общем, интересно было, ей понравилось. Так, так что я не была, и, как бы, я туда не рвусь, я уже много раз вам говорила, я в первую очередь, там, не консультант Фаберлик, а в первую очередь блогер, мы с вами об этом уже давно говорили, что наши обзоры честные, наши обзоры правдивы, я не стремлюсь все нахваливать и говорить, вот регистрируйтесь, регистрируйтесь, быстрее регистрируйтесь, кто хочет, кому нравится, тот как бы зарегистрируется, а так я прям не занимаюсь этим конкретно, да, скажем так. Так, Алена Блохина, или Блохина, простите, Светлана, приветик, приветик, подскажи, пожалуйста, какой-нибудь вкусный рецепт, представляю, куриные хрутики, как больше нравится тебе, как ты готовишь, с Новым Годом и Рождеством, всего самого доброго и замечательного, ой, я готовлю как угодно ее, господи, именно вот в формате грудки, нет, я люблю котлеты из куриной грудки, я люблю, вот сегодня стоит, у меня сейчас рис замачивается, буду делать тефтельки с куриной грудкой, да, и крестюшки, чтобы было и нам всем, с кетчупом, ей без кетчупа, нам с кетчупом фаберлик соус приготовлю, вот с этим вот, очень вкусно получится, а именно грудку, ну, можно ее вот так разрезать, клеточку, короче говоря, туда напихать сырка, можно творожного даже, и будет сочненько, ну, да как угодно вообще, у меня именно конкретного рецепта нет, я всегда экспериментирую, даже если какой-то рецепт мне нравится, я все равно что-нибудь еще в следующий раз добавлю, Наташа Утенкова, что вы делаете с одеждой, которая разонравилась, продаете, отдаете, выбрасываете, спасибо, я, она у меня долго, если честно, лежит, а потом я собираю и просто все выкидываю, но у нас на помойке одежду кладут в определенный уголочек, и люди, которым она нужна, подходят и ее забирают, вот так у нас как бы, да, так я ее никуда определенно не отдаю, я складываю ее в отдельные пакеты, и ставим туда, а некоторые даже вешают, если верхняя одежда, вот вешают ее там на помойку, и люди, которым надо, приходят и забирают, вот так я поступаю как бы, так, Сорка Анна, здравствуйте, Слава, какие у вас предпочтения в плане музыки, кино, и подобных развлечений? Я меломан, в плане музыки, кино, в плане музыки точно, я слушала и Нирвану, в былые годы молодости, сейчас могу слухануть так, и попсу, и все, что хочешь, абсолютно, и джаз, и все вообще, а кино, мне нравятся психологические триллеры, очень, я люблю ужасы, я люблю про вампиров, сейчас вот прям читаю книги про вампиров, один писатель попался, очень классный, прям вот обожаю, все ее книги читаю, там только про вампиров, там вообще про то, по то сторонний мир, ну и про любовь заодно, там классно, обожаю, вот, да, книги, да, и книги, и фильмы, триллеры, психологические триллеры, и ужастики, ну такие бескровищи, кровищи не люблю, у меня на работе было фиша, все чаще на ютубе появляется разоблачение блогеров, которые впаривают типа марафоны, как вы думаете, качество жизни улучшается, от этого стоит ли тратить на это время и деньги, некоторые люди верят в чудеса, имеют ли право блогеры на это, если нет профессионального образования, марафон проводить может абсолютно любой человек, даже вы, вот, абсолютно любой человек, у меня был марафон, один в контакте, он был абсолютно бесплатный, то есть не из-за денег, мы с девчонками просто с той целью, чтобы собраться вместе и худеть, некоторые девчонки так похудели, что потом мне говорили спасибо, просто мы друг другу в чат, в контакте, да, там скидывали фоточки, кто что ест, кто хочет сорваться, писал, мы друг друг поддерживали, и все, единственный мой марафон был, на это имеют право все, я уже сказала, качество жизни улучшается от этого, смотря какой марафон, смотря к кому мы попали, если повезло, улучшится, если не повезло, вы просто выкините деньги, здесь не угадаешь, это лотерея, грубо говоря, если человек ваш знакомый был уже на этом марафоне, он вам дал отзыв какой-то, что действительно работает, тогда да, а так я ни в каких марафонах никогда не участвовала, и смысла в этом не вижу, если я хочу улучшить качество своей жизни, я это сделаю сама, без каких-либо подсказок, тем более за деньги, Татьяна Г, я почитала вопрос и улыбнулась, Настя, Светлана, расскажите, самые лучшие, действительно работающие уходовые средства Фаберли, преимущественно за лицо, мне очень нравится Ван Вик Миркл, новая линейка, Викенд работает, потом работает, Биоглоу работает, Гардерика работает, или Гардерика, ну вот, наверное, самые мощные назвала, а так, девчонки, вот эти вопросы, вот я в обзоре каталога разбираю очень часто, поэтому не полените, зайдите, гляданите, Анна Калиниченко, Добрый день, Светлана, добрый день, практиковали в своей жизни интервальное голодание, как ваше мнение, от чего именно у вас в желчном камне, благодарю заранее, нет, никогда не практиковала, хотя интересно, потому что вот это голодание, оно еще и для поджелудочной полезно, потому что поджелудочная наша должна отдыхать хотя бы 12 часов, то есть мы не должны даже пить в течение 12 часов, понимаете, да, то есть, и поэтому интервальное голодание, мне кажется, оно больше полезно даже для здоровья, не столько для похудения, без понятия, от чего они, они у всех, 90, наверное, 5% населения земного шара, камни в желчном, просто многие о них не знают, да, не ходили на УЗИ и так далее, и не знают, от чего они образуются, наверное, от неправильного питания, от неправильного, ну, воды не могу сказать, может от воды, от воды образуются в почках, а в желчном, кто их знает, вот, так, Алла, нам не было интересно узнать, что сподвигло вас на съемки видео в YouTube, тоже на этот вопрос отвечало уже, вам белорусское дикую, спасибо за ваш труд, и вам спасибо огромное, Алла, очень много в чем помогли разобраться, где сэкономить, и где, где и разориться, я начала снимать видео для того, чтобы меня, как человек, который занимается Фаберлик, узнавали, чтобы я была узнаваемой, я выбрала именно такой путь, потому что быть консультантом в Фаберлик, ходить с каталогами, ну, во-первых, это не мое было, и мне нужно было именно найти свою полезность, да, и стать узнаваемой, и мне понравилось вот именно таким способом, и когда я начала снимать видео на YouTube, я не знала, что здесь есть заработок, монетизация, я просто хотела, грубо говоря, распиариться, чтобы строить структуру Фаберлика, в итоге я вообще Фаберлик как бы выкинула, и мне понравилось снимать, я узнала, что как бы есть доход, вот в YouTube, и я просто стала блогером, а дальше все пошло по накатанной, вот так. Тая Арова, здравствуйте, Светлана, было бы интересно обзоре пустых баночек, ведь не только Фаберлик, хотя бы уходовые средства, как вы на это смотрите? Тая, я снимала такие видео, если поищите, в прошлом году еще, наверное, даже снимала, там был Avon, там была косметика, и бытовая химия из масс-маркетов, и не только, корейская, и так далее, было очень мало просмотров на таких роликах, поэтому я перестала снимать пустые баночки других брендов, кроме Фаберлика. На Фаберлике много просмотров, там почти никто не смотрел, вот как бы такая причина. Екатерина Светлана, расскажите о ценностях в жизни, есть ли еще какие-то цели, помимо покупки квартиры? Цель сделать ремонт в квартире, цель, машину поменять, цель, да, пока, вот эти две цели. И о ценностях в жизни, ценности в жизни, это прежде всего для меня быть человеком. Человеком, что для вас такое человек, да, не бояться никогда говорить правду никому. Для меня эта ценность в жизни большая, и я безумно это ценю в людях, потому что у нас очень много трусливых людей. Допустим, кто-то что-то боится сказать начальству, потому что боится потерять работу, и так далее, это не мое, совершенно нет, я прямолинейный человек, я всегда высказываю свою точку зрения, ценность в жизни. Для меня семья, естественно, это самая большая ценность в жизни, большая семья. Мне очень хотелось много детей, двое у меня, слава Богу, есть, и это муж, это ценность в жизни, семья, уют, чистота, комфорт, я помешанная на чистоте, я полы надраиваю несколько раз в день иногда. Ценность для этого жизни, возможная ценность в жизни, да, мне нравится, когда у меня чисто, уютно и хорошо. Еще какая ценность в жизни? Честность, прямота, вот это я вам уже сказала, я это очень ценю, я не люблю, когда лукавят. Я все, что говорю, грубо говоря, о человеке за глаза, я абсолютно все это могу сказать ему в глаза. Вот вы можете так? Вот абсолютно, дословно. Вот самые такие важные ценности. Катерина, Катюша, привет. Я твою фамилию даже коверкать не буду. Светлана, здравствуйте. Расскажите о ваших путешествиях, где были, куда хотели бы поехать отдохнуть. Если была бы возможность, в какую страну переехали жить. Спасибо огромное. Я была только в России, у меня даже загранпаспорта нет. В Абхазии еще, мне безумно там нравится, я очень хочу туда вернуться. В этом году, не знаю, получится, не получится, посмотрим, в том не получилось. Родила, грубо говоря, да, совсем с маленьким не поехала. А так весь юг наш исколесили. Мне очень хочется побывать в Испании и в Италии. Стала бы я там жить, не знаю, потому что я не изучала, как бы, эту страну. Но вообще, вот эти две страны мне очень близки. Италия и Испания. Вот туда очень хочется ездить. Елена Михайловна, слава на добрый вечер. Расскажите, в каком вы видите себя, какую свою жизнь через 10 лет? Какая самая ваша заветная мечта? Спасибо за ответ. Моя самая заветная мечта, чтобы вы все жили долго и счастливо. Лаконично и кратко. Через 10 лет я вижу себя абсолютно такой же, правда, с уже подвздрожшими детьми, отвечающие вам на вопросы. Счастливый. Ну и все, пожалуй. Так. Елена Селивановна. Здравствуйте, Светлана. Будет ли видео о лучших продуктах? Да, я постараюсь, честно. Я сказала уже это по времени. Очень затратное видео вообще. Слышали об интервальном голодании, опять слышала, да. Если да, каково ваше мнение? Я считаю, что это здорово. Я считаю, что на нем можно похудеть и можно оздоровиться, да. Уже говорила об этом. Виктория Сухих. Добрый вечер, Светлана. Расскажите о семейных традициях. Что вы любите делать в свободное время? Чем увлекается Ксюша? Какие интересы у мужа? Всем крепкого здоровья, хорошего настроения. Кто подписан на меня в Инстаграм, тот знает, чем мы увлекаемся и чем занимаемся, да. Семейные традиции. Семейные традиции, ничего конкретно прям такого нет. Но Новый год, там так далее, прям семейная традиция нет. Вот конкретно сказать вам какую-то традицию даже не могу. Честно. Что вы любите в свободное время делать? Ксюша увлекается. Она ходит на хореографию. Она увлекается хореографией. Ксюша очень любит рисовать. Ксюша очень любит танцевать и петь. По ней вообще плачет театрально. И надо ее туда отдавать срочно. Интересный у мужа. Он очень любит рыбалку. Так же, как и я. Я до детей прямо мы капитально рыбачили. Ксюша подросла капитально. Она сейчас с мелкой, не знаю, получится, нет. Но мы все равно на рыбалку ездим. Когда она спит, я, конечно, тоже рыбачу. Мы очень любим бывать на природе. Безумно. Как только теплеет, все. С друзьями на шашлыки постоянно в теплое время года на рыбалку. Вот это прям, да. В поход в прошлом году ездили к друзьям. Мы в этом году поедем, наверное, с ними на продолжительное время. В том году мы на выходные ездили. Потому что крестюшки было всего лишь полтора месяца. Природа, зелень, вот это все, что с этим связано, это я прям обожаю. Поэтому вот так мы любим отдыхать и то же самое делать в свободное время. Ксюша очень любит играться. Она даже интереснее с детьми, которые немножко помоложе ее. Она очень любит играть. Она, у нее различные квесты. Вот она выходит на улицу, она обязательно придумывает какую-то игру. Даже если она гуляет одна, я там катаюсь где-то рядом с коляской. Ей не будет скучно два часа. Вот она найдет себе какую-нибудь квест-игру. Она будет делать какие-то раскопки, прятать клады и так далее. В общем, да. Я приучила ее с детства. Ей никогда не бывает скучно. Хорошего настроения вам тоже. Наталья. Здравствуйте. Получается удержать вес, какое было его время операции? Мне кажется, я поправилась килограмма на 2-3. Потому что я ем сейчас все. Я хотела на правильное питание сесть, но не получилось. Не знаю, то ли виной тому такая холодно-снежная зима, что организм пытается накопить в себя все жиры этого мира просто. И ешь как не в себя, грубо говоря, да, не получается. А когда нет настроя, я не сажусь на правильное питание, потому что я знаю, что я буду сорваться, у меня будет плохое настроение, я кого-нибудь запилю, да. Поэтому я жду настрой. Я думаю, он будет ближе к весне и планирую еще скинуть десяточку хотя бы. Так. Ну, десятка вообще первая, она всегда легко удается. У меня в первом месте. Чем больше вес, тем больше уходит в первом месте. В первом месте уходит порядка 9 килограмм. Да. А потом вот уже медленно. Так. А Юлия. Халуп. Если я правильно опять говорю, если неправильно, девчонки, не обижайтесь, ладно? Вы классные. Я рада, что однажды попала и осталась на вашем канале. Всего вам самого хорошего. У меня просьба. Снимите, пожалуйста, обзор о вашей уходовой декоративной косметике. Когда-то были у вас такие ролики. Спасибо. Хорошо, Юль. Я постараюсь снять, но, как правило, это будет в основном фаберлик. Нет, но есть другие интересные штучки. Вот сайта Рандому сейчас, кстати, прямо вот у меня заказы радуют очень сильно. Поэтому хорошо, я сниму об уходовой декоративочке, о запасах. Просто у меня сейчас в основном чуть попозже, к весне ближе, да, потому что сейчас у меня основные запасы моей уходовой декоративной косметики лежат в коробке. Я достала то, что мне действительно нравится, то, чем я пользуюсь каждый день, поставила себе в коридор. И целая коробка у меня еще лежит неразобранная, да, поэтому до нее надо добраться. Так, Кристина Брехова. Добрый вечер, Кристина. Покажите, пожалуйста, я запас в уходовой. Угу, 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 угу. То же самое. Хорошо, покажу чуть попозже. О своей семье кем работали родители, если братья и сестры родные рассказала. Желаю вам крепкого здоровья, моря позитива. И вам. Все мои хорошие. Спасибо за вопросы. Вроде я никого не пропустила. Если пропустила, обязательно мне об этом маякните. Отвечу хотя бы сообщением. Мне лично было интересно. Мне всегда с вами очень интересно болтать. Жалко, сейчас не получается в прямой эфир выходить, потому что с маленьким ребенком тяжело. Когда вас с Кристиушкой познакомлю, обещаю, мы вместе с ней как-нибудь выйдем хотя бы в коротенький прямой эфир и пообщаемся. Мне было интересно. Надеюсь, вам тоже. Я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.